Девочки, всем привет! Вот у нас будет сегодня, сейчас, вторая часть. Будем красить глаза, и я обновлю немножечко макияж, потому что, конечно, у меня уже и healthy glow, хотя симпатично, и всё нормально, сколько меня не было. Три с половиной часа. За три часа это вот вообще замечательно просто. Ну, уже не лето, да, уже нет такой жары. И, конечно, макияж лучше держится. Ну, на глазах у меня всё замечательно держится, вот из-за того, что я, в общем-то, только, а я вообще снимаю, только пудра у меня, консилера пудра, то, конечно, оно держится всё меньше. Так, базу под тени. Сначала нанесу макияж глаз, а потом уже обновлю макияж лица. Ну, румяна даже ещё есть, вот, контур есть, нормально. Ой, девочки, а я в халате сижу. На самом деле, я-то уже оделась, готовая была для работы, но случилось непредвиденное. Я, короче, когда уже обратно ехала. А ехала я вообще не с центра, а пипец сколько. Ну, короче, на самом деле, это нормально, наверное, для большого-то города ехать, я не знаю, сколько там, 30 минут, почти 40 минут, это было бы нормально. Но для Бона это много. И у меня, я жизнь свою так организовала, что, в общем-то, везде, практически, везде, не везде, а как это сказать, везде, куда мне надо. Ну, коряво звучит, но... Куда мне обычно надо, всё поблизости. Потому что, ну, я люблю, во-первых, пешком ходить, и если проехаться, то тоже, чтобы недолго было. И, короче, ехать пришлось мне на автобусе. Сначала на травмай, а потом на автобусе. Сегодня надо всё хорошенечко припудрить. Так. Что я хочу сегодня? Зелёно-розовый макияж, может быть, будет прикольно смотреться. У нас опять солнышко. Я так рада, так рада, что пока нет ещё дождливых дней. Мне так не хочется дождливых дней. Мне хочется, чтобы побольше было такой красивой осени. Но, кстати, вы знаете, у нас очень мало деревьев тут растёт. Я не знаю, по какой причине, не сажают их тут. Или климат такой, который желтеет. Может быть, в каких других регионах Германии. Или в лес мне нужно пойти и посмотреть, как там обстоят дела. Потому что вот по улицам ходишь, и какой год клёны не желтеют, они уже какие-то странные. В каких-то пятнах коричневых. Больные, короче. Листочки падают уже. И начинают даже падать иногда с августа. Вот как-то так. То есть слишком рано, я имею в виду. Середина июля, август. Так. Я хотела зелёный сделать. Вы знаете, я возьму тогда вот эту палетку. Потому что тут очень классный зелёный. Я опять не принесла палетку. А, нет. Тут классный зелёный. Тут классный вот этот хаки. Хаки хочу взять сначала. Вот. Прям такой типичной жёлтой осени я ещё не переживала. Очень много здесь вечно зелёных растений есть, таких хустов. И вы знаете, раньше я вам рассказывала, что по приезду, когда только приехала. Мне так было прикольно. Мне так это нравилось. Потому что вроде как уже декабрь. А есть ещё зелени много везде. И если снег не лежит, то трава тоже зелёная есть. Потому что не слишком холодно. И достаточно осадков тут выпадает. То есть здесь, в общем-то, засох нет. Так. Так. Знаете, мне так хочется другой зелёный. Но я не знаю, какой. Или смешать зелёный с этим хаки. Или зелёный с коричневым. Всё равно просвечивает этот зелёный. Ну ладно. Хочется какой-нибудь другой зелёный. Видите, они понаделывают палитру. И она какая-то типичная везде. Видимо, полуоттенки, оттенки делать намного сложнее, чем цвета. Ой, как я их пряду. Надо будет подтереть внизу. Подтереть. Мне нужно зеркало. В Joules Play зеркала нет. Ой. Опять какая-то ребристость. Мне это, конечно, не очень нравится. Это именно на этом глазу. Сейчас мы её попробуем затушевать. Или я пальцем пройдусь. Потому что мне это, конечно, не нравится. Ай, и в складке мне не нравится, как ложатся. Сейчас ты нюхим. Значит, я тогда в складку добавлю вот этот коричневый. А знаете, я пальцем нанесу. А потом буду растушевать кисточкой. И добавлю ещё зелёного. Немножечко, чтобы он такой не совсем коричневый был, а какой-то с линцой. Он прикольно миксуется. Ничего так пойдёт. И я хотела розовый взять. Так, ну, нужно для этого, нужно хорошенечко потушевать перед тем, как брать розовые оттенки. Зелёный и розовый. Давно я не делала зелёный и розовый. Так, вот. Сейчас нормально. Прикольно, да, что можно такие оттенки... Вот раньше я себе как-то, ну, боялась накосячить. И такие шиммерные оттенки я не брала в складку века. У неё была классика. А потом, когда один раз попробовала, мне так понравилось. В складке века тоже... Ну, раньше просто знаете, почему я ещё боялась? Потому что они могли свернуться. Представьте. Такие тени, они же мягче. Шиммерно-кремовый. Так, вот это вот что такое. Опять хаки немножечко, может быть, взять. Такой хаки, такой красивый оттенок. Просто восхитительный. Очень мне нравится. Благородный какой-то. Так, я опаздываю, наверное, как обычно. О, ну, пять минут у меня ещё есть. Красота, красота, вау. Вот во внутреннем уголке не знаю ещё, что будет. Но вот тут мне очень уже этот зелёный нравится. Красиво смешался с коричневым. Вот эта палетка, девочки. От Essence Белоснежка. И оттенок коричневый я смешала, и вот этот зелёный. А зелёный такой, сейчас я сделаю сводч, покажу в камеру, он такой, не прямо с золотом, но всё-таки есть там золотинка. Я не знаю, что вам видно. Так, а какой я буду брать розовый? Есть у меня несколько вариантов. Обновлю. Обновлю ежевику и кофе. Хотя на халате зачем? Халатом не так пахнет. Мне хочется сочности немножечко для настроения. Девочки, вот эти. Из первой части. Ничего другого. Так, вот из жасмин есть розовый, и в карме есть отлично розовый. Ещё есть вообще-то в СОВ. Блин, СОВ у меня уже пачкается, мама морозная. Так. В СОВ есть. Он такой красноватый. Это же оранжеватый. А этот? Вот этот красивый. Этот практически... Ох, как красный. Ох, мамочки. И вот этот. Какие они все красивые. Вот теперь как бы... Уголки вот этот возьму. Вот этот. Внутренний уголок добавлю. Смотрите, как красиво. Блин, конечно, а-ля красковато получается. Чёрным надо будет отбезти. Я не знаю, что делать теперь. И красноватый я добавлю. Вот сюда, наверное. Потому что красно-зелёным таком красиво смотрится. Нет, ну, конечно, внутренний век. Это я, конечно... Не подумавш. Чё делать теперь, правда? Да, ну, смотрится как будто красиво, но как будто заплаканно. Чуток. Чуток. Вот этот вот я взяла, девочки, во внутренний уголок. Красиво прямо. То нельзя. Вау! Необычно, но... Так, что делать мне? Что? Чёрным всё ввести. Но он же потом всё размажется нафиг. Это я предчувствую. Ну, проверим. Стереть я возьму маленькие эти... Палочки ватные. И... Так, девочки. Сейчас будет самое важное сделать чёрным по внутреннему уголку. Поэтому, сори, меня сейчас в кадре, наверное, нет. Смотрите на мою нечёсанную макушку. Ну, ничего страшного. Так, давай. Я не знаю, как они это делают, скажите. Как они делают во внутренний уголок красивую чёрную подводку, чтобы она не растекалась, не собиралась во внутреннем уголке? Как нужно это делать? Почему вот у меня всё растекается? А там в журналах и в рекламе не растекается. И они говорят, быстро-быстро снимай её, а то сейчас всё растечётся. Сори, девочки, но это очень важно. Значит, я чумазно пойду на работу. А мне бы очень не хотелось. Терпеть не могу иметь термины в дни, когда работаю. Я, конечно, понимаю, что это на самом деле нормальная жизнь всех взрослых людей. Многие уставшие после работы куда-то прутся. У меня есть возможность сходить в такие смены, когда я могу сначала сходить по терминам, а потом пойти на работу устать. Не знаю. Не знаю. Не знаю, потому что мне что-то не нравится. Сейчас возьму кисть и пройдусь чёрными тенями по карандашу. Ну, тени, конечно, они не будут держаться. Мне кажется, даже на карандаше. Ну, красивее получается, аккуратнее как-то тенями. Да, аккуратнее. Тени, пожалуйста, держитесь. Ну, потому что прям тенями прям вау получается. Смотрите, какая красотень. Вау, смотрится, конечно, красиво, девочки. Аккуратно, симпатично. Но как это будет всё держаться? Я не знаю. Не знаю. Аккуратно.